Наступил день первый. День первый выхода в лес непосредственно на коп, на поиск, вернее сказать, того, что можно копать. Общим знаменателем этого дня явились не поисковые составляющие, не особенности расположения окопов и укрепления, а вот эта тварь, от которой я сейчас пытаюсь тщетно отмахиваться, потому что ее миллионы, а то и миллиарды. Так называемая лосиная вошка. Я сейчас покажу эту сволочь. Вот она, видите, вот она пробует. Они сволочи прут мне на голову в таком количестве, что, видите, рука не останавливается, то есть рука должна жить на голове. И тогда, может быть, удастся, скажем так, обеспечить себе хотя бы, если уж не спокойно, если уж не комфортно существование в лесу, то, по крайней мере, отсутствие зуда во время пробегания этой твари, открытым и не открытым, имеют в виду волосистые части поверхности тела. Такие, братцы, бывают. Что делать с этой тварью под названием лосиная вошка, я не знаю. Москитол, который есть у меня, ей не страшен. Другие, вроде как комарийной мази, и жидкости тоже. Остается вот только так вот обирать, по две-три штуки сразу ловя, снимая их с себя, выбрасывая. Она ведь цепкая, сволочь. Она ведь непрогоняемая, то есть ее пока не снял рукой, вот она залезла сейчас под косынку, пока не снял рукой, она ведь не уйдет, не улетит. Пока не смял ее полностью, удавив. Одна за другой, видите, бесполезно что-либо. И вот я так целый день ходя, сейчас выкрою время для камеры, вот так целый день ходя, я только и делаю, что не поиском занимаюсь, а вселенской борьбой с этой тварью, которую по-другому как сучье вымя, сучье отродье, наверное и не назвать. Предыдущие кадры о лосиной вошки, когда она обуревала меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами, были сделаны два, два с половиной часа назад. Сейчас время чуть больше 16 часов. Сейчас, видимо, пришла пора ей немножко успокоиться. Поэтому, видите, моя рука не присутствует ни на мозжечке, ни на ушей, ни на шее. Она мне позволила побыть спокойнее. Видимо, спать ложится. Не иначе. Закономерен вопрос. А как же бороться с этой тварью по имени лосиная вошка? Наверно, удивлю вас, если скажу, что бороться в общем-то и не нужно. Как так, спросите? Да очень просто. Понимаете, какая штуковина? Чем больше вы волнуетесь, тем больше она вас атакует. Не только она, а и комарьё, и слепни. Вы кипятитесь, вы отмахиваетесь от них. Они все больше прут и прут на вас. Что ж такое, спросите вы? Да очень просто. Волнуюсь, вы источаете из себя просто уйму, неимоверную уйму энергии. Ну, скорее всего, отрицательного свойства. И на вас эта живность и прет, и пытается вас атаковать, и успешно атакует. Пролезая во всемыслимые и немыслимые промежутки между вашей одеждой и телом. Залезая под воротник, в рукава, в складки рубашки, а оттуда, извините, подмышки, а то еще и не только подмышки, но и подкошки, как говорят. Короче, поймите одну простую вещь. Она элементарна. Вот эта летающая живность, это неизбежное зло. От него никуда не уйти. Ну, согласитесь, ведь это так. А раз никуда не уйти, раз оно неизбежно, раз вы вторглись в его мир, в его фактической сущность. Поэтому вам остается только одно, коль средства от этих тварей не помогают, по типу рифтомидов, всяких там забугорных мазей и жидкостей, и спреев. Так вот, остается лишь одно, попытаться, сколь это возможно, примириться. Что значит примириться, спросите вы? Да очень просто. Попытаться перестать источать из себя источник своей волнующейся энергии. Перестать представлять из себя источник волнующейся энергии. И тогда вы удивленно заметите, что эти сволочи перестали вас атаковать так, как это было, ну, скажем, 15-20 минут назад. Это реальность. Это действительно так. Как только вы успокаиваетесь, как только вы примеряйтесь с ними, они вас, по крайней мере, процентов на 60-70 точно оставят в покое. Ну, а раз оставят в покое на такую величину, ну, следовательно, с ней уже можно как-то и сосуществовать с оставшимися там, скажем, 30-40 процентами атакующих. Верно ведь? А пока-пока. Да, совсем забыл. Вот в скрипном к саге о лосино-вошке. Лосино-вошка, товарищи, не кусается. Да, ползает, да, щекотит, да, не очень приятно, когда зудит, пробегая по коже или по волосам, но, самое главное, не кусается. Так что, не бойтесь моего.